Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим последние новости, а также посмотрим на пикантные моменты между Чингуком и Тейхеном. Но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер! Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите этого внимания. Красавчик Тейхен в армии уже 171 день. Увидимся через 377 дней. Очаровашка Чингук в армии уже 170 дней. Увидимся через 378 дней. Очень сильно ждем вас, ребята! Сегодня мы обсудим последние новости Вигу, а затем мы рассмотрим топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тейхеном. Вчера Тейхен вышел в сториз. Надпись на фото. Захотелось танцевать. Боже мой! Это что за такой очаровательный шкафчик? Да это не Тейхен, это качок Чингук. А как же тогда выглядит Чингук? Куда потом нам все шкафы ставить? И еще сториз Тейхена. Делится Рил с Амбадой Ли. Он соскучился по танцам, сразу видно. Признавайтесь, сколько раз посмотрели видео. Тейхен, спасибо, что пришел и свалил нас на повал просто. У нас появились новые фотографии Тейхена. Некоторые местные жители видели Тейхена 25 мая, перед кинотеатром в Хвачхоне. Дата не точная. Я видел весь BTS в Хвачхоне. Ух ты, должно быть здорово! Какой фильм ты смотрел? Я не смотрел фильм, я просто увидел Тейхена, проходя мимо. Какой там фильм, когда рядом проходит Тейхен? Если он и шел на фильм, то увидев Тейхена, наверное, забыл, куда шел. Как здорово, что у мужчины нашего есть возможность так отдохнуть. А также новое фото Тейхена для Композ Кофе. Погода идеальна для прогулок. Может, возьмем стаканчик Композ и прогуляемся? Тейхен утренний заряд бодрости. Попробовать хочется любой напиток из его рук. Спасибо, что балуетесь на фотографиями Тейхена. Чарли Пут в недавнем интервью упомянул Чунгука. Я не могу перестать думать о его таланте и влиянии, которое он оказывает на миллионы своих поклонников. Это вдохновляет находиться рядом с артистом такого уровня. Мы даже не сомневались. Все ребята из группы профессионалы мирового класса. Один из танцоров Чунгука опубликовал в ТикТок этот клип с подписью о том, что скучает по нему. Это был самый смешной провал моей карьере. Обычно мы крутимся, но в один дубль они сказали стоп. После того, как это произошло, к нам подошел Джей Кей и такой, смотри. Он, черт возьми, записал это на телефон, чтобы посмеяться надо мной. А затем продолжал проигрывать запись даже за ужином. Скучаю по тебе, Джей Кей. Скучаю по смеху. Мы тоже все очень скучаем. Это не провал, это успех, когда сам Чингук тебя снимает. Тэйхён является самым подписываемым ким-поп артистом на Spotify. Чингук занимает четвертое место. Если вы еще не подписаны на профили Тэйхёна и Чингука, то обязательно это сделайте. Джон Биллион – американский певец, автор песен и продюсер об успехе Чингука. Севен – самая быстрая песня в истории, которая достигла миллиарда на всех платформах потоковой передачи музыки. И поскольку оценки по радио не были положительными, песню не продвинули на американских радио. Биллион – о комментариях антифанатов. Тринадцатилетние дети, у которых нет лиц в Твиттере, произносят слово «проплаченный», хотя не понимают, что это такое. Чингук и его достижения, которые никто не сможет отнять. Чингук и без продвижения на радио настолько громко о себе заявил. Успех его альбома потрясает. Выпуски шоу «МММ» Намджун и Чимин говорили о наших вегу. Давайте будем выпускать песни юнитами внутри BTS. Чингук и Тэйхён, Чимин и Намджун, Юнги, Хасок и Джин. Милый наш лидер, мы согласны с таким раскладом. Намджун прекрасно знает, кого и с кем нужно ставить в пару. Мы дождемся, и это будет потрясающе. Чингук в общей сложности провел 200 недель в недельном чарте «Мелон». Seven 46 недель теперь является самой продолжительной песней Чингука в недельном чарте «Мелон», обогнав Дриммер 45 недель. Он уже является одним из самых успешных солистов в истории чарта, несмотря на то, что его сольный дебют состоялся 10 месяцев назад. Летняя песня Чингука взорвала все чарты. Кто бы сомневался, так держать. Тэйхён выиграл звание «Национальное достояние» в опросе «Айдол Роялти». Ура! Поздравляю Тэйхёна! Он действительно национальное достояние. Большой бриллиант этой маленькой страны. Чем питаются наши мужчины? Давайте посмотрим. Завтрак Тэйхёна. Рис. Суп с рисовым пирогом и клёцками. Обжаренные овощи с беконом во фритюре. Тушеные соленые кальмары. Кимчи из редиса. Молоко. Калорийность 1186 килокалорий. Завтрак Чингука. Рис. Суп из тунца и морских водорослей. Шпинат со специями. Кимчи из капусты. Спам на гриле. Молоко. Калорийность 1029 килокалорий. Обед Тэйхёна. Коричневый рис. Бодочига. Котлеты. Паста из брокколи и красного перца. Кимчи. Густое кисломолочное молоко. Калорийность 1212 килокалорий. Обед Чингука. Рис. Суп из рыбных пирогов на шпажках. Свинина обжаренная во фритюре с кимчи. Анчоусы обжаренные во фритюре с миндалем. Жареное яйцо. Ланчбок с морскими водорослями. Восточная дыня. Калорийность 1070 килокалорий. Ужин Тэйхёна. Жареный рис. Тобико кимчи. Гамтан из отварной говядины. Морские водоросли. Жареное яйцо. Японский салат из редиса. Калорийность 913 килокалорий. Ужин Чунгука. Омлет рисовый. Чи из вешенок. Куриный стейк. Овощной салат с кунжутной заправкой. Редис кимчи. Молоко. Ну а теперь поговорим о топ-5 пикантных моментах между Чингуком и Тэхёном. Пятое место. Чингук был слишком застенчив, чтобы сказать, кто на самом деле его вдохновляет на написание песен. Чингук задали вопрос. Какой мембер вдохновляет тебя больше всего, когда ты пишешь песни? Чингук, мембер и посмотрел на Тэхёна. Да, мембер, который заставляет тебя работать. Чингук, я бы сказал, что я сам. Тэхён после ответа Чингука слегка ударил его по руке. Да сказал бы прямо Чингук, будто мы не знаем. Но ничего, мы понимаем. Немного застеснялся. Четвертое место. Карусель, которая закружила бегу в удовольствии и счастье. Случайно наткнулась на этот момент из бомбочки и реально почувствовала тех самых бабочек в животе. Ребята кружатся на карусели. И посмотрите, насколько они оба трогательные и нежные. То, как Чингук и Тэхён смеются и улыбаются друг другу. Как будто целый мир в этот момент только в глазах напротив, а вокруг никого. Идентичный момент с фигурой на карусели был и в 2015 году. Они напоминают мне двух влюбленных подростков. И это чувство отдает теплом сердце. Третье место. Тэхён – личный переводчик и проводник Чингука. Чингук и Тэхён всегда будут самой надежной поддержкой и защитой друг для друга. Нам Джон по-английски задает Чингуку вопрос. Чингук, занимаешься ли ты чем-то новым сейчас? Тем, чего не делал раньше? Чингук. А? Тэхён по-корейски. Ты сейчас делал что-то, чего никогда до этого не делал? Тэхён не замедлительно перевел для Чингука вопрос нам Джуна. Просто в самое сердце. Ну, и после этого кто-то скажет, что он не лучший бойфренд на свете. Второе место. Тэхён знает все песни своего Чингука. Пока нам Джун и Вигукер мечтают и хотят услышать Юнит Вигу, давайте поглядим на чудесное караоке и дождемся ребят из армии. Будем надеяться, что они нам подарят совместное чудо-юнит. Чингук. Честно говоря, мы не часто ходим в караоке. Тэхён. Ты знаешь эту песню? Чон. Нет, я не знаю ее. Выбери песню, которую я знаю. Шлепает Тэхёна по попе. Чингук. Нет, не знаю. Это тоже не очень оптимистично. И опять шлепает. Веселую песню. Тэхён. Хорошо, тогда ты можешь выбрать песню. Я буду петь вместе с тобой. Я знаю все песни, которые ты знаешь. Это удивляет, что Тэхён знает все песни, которые знает Чингук. Вот как нужно интересоваться своим любимым. Первое место. Тэхён без сомнений пошел на ручки к Чингуку. 8 лет назад мы получили таких комфортных фигур на радиошоу КБС. Как без сомнения Тэхён пошел к Чингуку на ручки. Так естественно, как будто они уже миллионы раз так делали. А Чон не позволил себе его уронить. Ребята почти склеились на этом шоу. И то, как Чингук тихонько гладил и трогал Тэхёна по голове. Как они дурачились вместе. Смотрели с любовью и могли зависнуть, глядя друг на друга. Их взаимодействие просто в самую душу. На этом я заканчиваю данную тему. Обязательно дождитесь продолжения. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!